Итак, рок-н-кор действительно расширяет свои границы. Лондон, Нью-Йорк и Париж у нас ещё впереди, а сегодня мы в гостях в городе Волжском на местной музыкальной тусовке. Что это такое, сейчас расскажет нам главный организатор, а также композитор и аранжировщик Сергей Марков. Не знаю, что говорить. Вот тусовка. На чему посвящена она? А, Дню независимости, естественно. Только Дню независимости или это просто хорошая возможность встретиться, поиграть? Вообще-то здесь больше хорошая возможность встретиться, поиграть, пообщаться, там, ну и всё такое прочее. Вот. Ну и День независимости. Скажите, а Вы первый раз вообще работаете вот так вот с телевидением? Вообще-то нет, мы много работали уже с телевидением, вот, неоднократно. Снимали здесь, тоже на этой площадке. Вот. Кстати, я обратил внимание, что большинство песен звучат на английском языке. Почему это? Вот, может быть, кто-то из ребят ответит. Так, Влад, давай. Просто так. Просто так. Хочется так петь. Стилистика такая, что надо петь на английском, русский не звучит. Но Вы не находите, что, может быть, так сказать, Ваши поклонники не всегда смогут Вас понять, потому что они не знают английского языка? Это их проблема. То есть Вас не волнует отношение к Вам, Ваших поклонников? Ну так поклонники же слушают металлику, там антракс, они же английский в основном не понимают. Они слушают в основном музыку. Они же по музыке тащатся. Скажите, а вот было сегодня такое приятное явление на Вашей тусовке, это металлическая леди. Вот, её, к сожалению, сейчас нет среди Вас. Может быть, Вы расскажете. Это группа Империя. Очень прогрессивная группа. Нет, ну вообще считается, что хард, хэви, метал, это, в общем-то, не женское дело далеко. Почему? Вот, всё-таки она решилась. Ну, я не женщина, естественно, за неё ответить не могу. Так что, ну это у неё надо спросить. А почему там группы есть, у которых это женский вокал есть? Это вот, например, Холли Моуса, там, Сабина Классер, она так рубит вообще. Ну, очень много это женских вокалисток там. Ну, просто для, так сказать, русского рока это несколько неожиданно. Ну, почему вот Соловьёва с этого, откуда она? Соколова. Соколова, вот, с Маркизы. Ну, всё, её, например, она сейчас на английском поет, кстати, ништяк. А что, наши хуже, что ли? Ребята, вот вы помните, наверное, что Борис Гребенщиков ещё, в общем-то, очень давно в своей песне сказал нам, что рок-н-ролл мёртв. Вот, и учитывая, как на сегодняшний день наступает вам на пятки попса, такой вот засилие попсовой музыки, не думаете ли вы, что действительно его слова оказались пророческими? Это к Игорю вопрос, к Игорю. Ну, на этот счёт ещё Узи Осборн сказал лет десять назад, что ещё рок-н-ролл не убьёшь. В общем-то, ещё это было до Гребенщикова. Поэтому, я думаю, да, Гребенщиков — это авторитет, так сказать, в узком кругу. А Узи Осборн признанный авторитет, поэтому стоит прислушаться, по-моему, к нему. Как вы считаете, вот, у каждого времени в рок-н-ролле есть свои атрибуты. Какие атрибуты у рок-н-ролла сейчас? У какого? У нашего рок-н-ролла, то есть вот у нашего местного. Ну, может быть, у местного и в глобальном масштабе. Ну, у местного первые атрибуты — это то, что все мы братья. Вот, у нас нет никаких таких градаций там на личности. То есть мы просто все вместе контактируем, общаемся, и нам от этого очень здорово. Вот, а каких-то, то есть, каких-то там, как это сказать? Ну, рок-н-ролл объединяет, прежде всего. Даже на таких насмешанных тусовках, допустим, если музыканты не знают даже языка там, допустим, английского, они запросто общаются, в принципе. То есть объединяет музыку, рок-н-ролл. Это религия, в общем-то. То есть для вас рок-н-ролл — это, прежде всего, общение и религия, да? Да, это религия, прежде всего. Это свобода. Одним словом, рок-н-ролл жив. Конечно. О, кстати, вот у меня всегда, когда публикации там в прессе, там статьи всеразличные, которые вызывают, то есть отрицательные эмоции у тех, кто их читает, была такая фраза «рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жив, рок-н-ролл будет жить». Ну и такой традиционный, в общем-то, вопрос о творческих планах. Какие они у вас? Какие у вас? У кого какие планы есть? Весьма туманные. Скорей бы конец света. Ну что ж, планы действительно весьма туманные, рок-н-ролл жив, и в этом мы успели сегодня убедиться. Но если вам не сложно, давайте все вместе попробуем сказать эту фразу «рок-н-ролл жив». Три, четыре. Рок-н-ролл жив! Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok